Были ли предопределены успехи и поражения Красной Армии во время Великой Отечественной войны? Как влияли на развитие важнейших событий решения конкретных людей? Об этом и многом другом жителям Самары рассказал известный военный историк Алексей Исаев. Лекция в рамках литературно-исторического фестиваля «Путь к победе» прошла в окружном доме офицеров. Очень долго занимаюсь историей, больше 20 лет. Я вижу, что часто люди поддаются искушению. Какие-то события объяснить заранее, сказать, что все было предопределено. Можно сказать, что от нас ничего не зависит. И я стремлюсь показать, что от деятельности людей, как в тактическом звене, так и тех, кто в штабах планировал операцию, на самом деле очень многое зависит. Другой вопрос, что на пути у них встают часто непреодолимые препятствия. По словам Алексея Исаева, в современном мире происходят важнейшие события. Творится история и крайне необходимо, чтобы как можно больше людей понимали ее механизмы. А для этого нельзя находиться в плену стереотипов. Как отмечает Алексей Исаев, в последние годы интерес к истории со стороны жителей постепенно растет. Во время публичных мероприятий гости вступают в дискуссии, задают вопросы, которые свидетельствуют о значительном погружении в обсуждаемую тему. Самарские зрители исключением не стали. Я считаю, что знание истории – это очень важно, особенно в современном мире. Конечно, очень обидно, что нынешняя молодежь уделяет этому мало времени. Лекция Алексея Исаева стала открытием фестиваля «Путь к победе». В его рамках запланированы выступления таких историков, как Егор Яковлев и Евгений Спицын, писателя Юрия Полякова и многих других. Михаил Ермоленко, Александр Кочетов, Николай Сидоров. События.